Ребят, в прошлом видео я вам показал вот такой планшет Fusion. О, меня видно, ничего себе. Короче, я сейчас чисто ради интереса, мне всё-таки приспичило, решил попробовать его включить. Повторюсь, я упоминал, что эти планшеты говно для нищеров. Подобные конструкции, вот обратите внимание, вот такое расположение сеточки и... Блядь, где задняя панель? Задняя панель, вот здесь вставляются две симки или одна симка, и вот такая вот затычка верхняя, вот такой формы. Такие планшеты не перевариваю, хрень полная. И вот смотрите, я не сдержался, чтобы его проверить. Я его открыл, здесь неудачно отклеен аккумулятор, он разгерметизирован, он пойдёт на выброс. У меня есть аккумулятор от Yerbis. Если вот эта вот крышечка подойдёт, она у меня вроде осталась, это будет вообще прекрасно. И смотрите, я его подключил, потребление сейчас по нолям, 4 вольта. И смотрите, я не знаю, не коротнуло ли плюс с минусом на блоке питания, но смотрите, кажется... А кажется, что он жив. Как думаете, будет его крышечка или нет? Я думаю, что не будет. Потому что рабочие вещи даже такие поганые. Смотрите, какой отвратительный экран. Я вам говорил, что это говно. Вот я и вижу, что это говно. Ну вот смотрите, ну что это такое, блядь? Ну вот возьмём S6. Его сейчас можно взять тысяч за девять при очень большой удаче. Смотрите, какой классный дисплей. И это ещё не полная яркость. И смотрите, какая полная яркость, какие углы. Ну, это разве кайф таким пользоваться? Да, он работает. Он даже сейчас шустренько листает. Но, извиняйте, я таким пользоваться не собираюсь. Поэтому это будет либо кому-то бонусом, если... Не знаю. Либо обменяю кому-нибудь, если это надо кому-то. А у того человека есть то, что надо мне. Я поменяю это на то, что нужно мне. Мне это не нужно. Но это будет лежать, ждать своего часа. Может быть. А, кстати, скорее всего он не заряжается, потому что там разъём болтался. Возможно, эта штука попадёт в хорошие руки. И будет ещё кому-то в этом мире нужна. Но мне такая дрянь не интересует. Вот он, такой вот Fusion. Ещё забыл сказать. Самое главное, сука, забыл сказать в предыдущем видео. Кто-то скажет. Я лучше куплю вот такую вот вещь. Соберу собственную прошивку. Буду читать форумы. Но сделаю из этого говна конфетку. Чем буду тратить деньги на вот это? А у меня совершенно обратное мнение. Во-первых, мощности должны быть с запасом. Во-вторых, от использования, даже если вы просто сидите в ВК, смотрите Ютуб, должны быть приятные ощущения. А не терпеть вот эту вот парашу. Устройство должно радовать глаз и палец. И всё. Оно должно смотреться красиво и работать красиво. Поэтому я выбираю дорогие, но бы ушные вещи, чем новые вот такие. Думаю, все поняли. Всем пока.